Срочное оповещение для жителей города. Нашествие зомби. Такой текст внезапно возник на экранах телевизоров жителей штата Флорида в США. Это был поздний вечер 21 мая 2018. Небольшой американский городок Лейк-Уорд во Флориде. Население всего-то 18 тысяч человек. В тот момент мало кто осознавал, какую угрозу представляют зомби. Но было понятно. Произойдет что-то ужасное. Люди вглядывались из окон в темные улицы, но ничего необычного не видели. Звонки в полицию только усилили испуг. Там не могли ни подтвердить, ни опровергнуть тревожное предупреждение. Дозвониться до местной студии телевидения не получалось. Трубку никто не брал. Но там-то точно должны знать, что значит это объявление. Поверить до конца в зомби люди не могли. Но вдруг это все-таки не шутка. Через 27 минут после экстренного предупреждения отключилась электроэнергия. Паника нарастала. Чуть спокойней стало, когда раздалась полицейская сирена. Люди замерли в ожидании. Но до рассвета новостей не было. Под утро с тех же полицейских машин раздалось в громкоговоритель. Можно спать спокойно. На улицах никого нет. Люди всерьез отнеслись к сообщению о нападении зомби. Но почему? Неужели эти существа ни миф, ни выдумка, ни какие-то легенды? Никому в Америке эта история не показалась фантастической. В стране на государственном уровне разработана военная программа на случай нашествия мертвецов. Зомби-апокалипсис здесь не только сюжет видеоигр и художественных фильмов. То же самое в Австралии. Премьер-министр страны в рождественском выступлении говорит о возможном конце света из-за зомби. Сведения со всего мира подтверждают. На планете действительно происходит нечто пугающее. Явление и события, которым ученые не могут дать никаких объяснений. 2018 год. Рекордсмен по признакам надвигающегося апокалипсиса. Верить ли в прогнозы о конце света? На Марсе и Венере тоже была когда-то жизнь. Специалисты в этом убеждены. А сейчас там адские погодные условия и абсолютно безжизненная поверхность. И все. Мертвые планеты. Нет сомнений, что-то страшное случилось с их цивилизациями. Почему нам должно повезти? Не открывать двери ночью и готовиться к эвакуации. В каких странах уже замечены зомби? Когда бежит человек с окровавленным ртом и, так сказать, невменяемым, понятно, что он вас собирается упустить. Пророчество из загробного мира сбывается. Остров проваливается в океанический разлом, а континент раскалывается. Что будет дальше с планетой? Континент находится в состоянии растяжения. На данном месте может образоваться новый океан. Залежи инопланетных артефактов. И они под нашими ногами. Почему их ищут, взрывая вулканы? Из каких глубин Земли идет страшный гул? Этот звук слышен во всем мире. Нас травят из космоса. Новый выброс радиоактивных веществ и отравленная вода. Кто претендует занять нашу Землю? Существует какая-то разумная цивилизация, по своему развитию превосходящая земную цивилизацию. Спецоперация над Тихим океаном. Почему не удалось захватить инопланетный объект? Сенсационные свидетельства военных летчиков. Я такого никогда не видел. Он только что был здесь и через секунду уже испарился. Луч смерти. Кто сегодня применяет страшное изобретение Николы Тесла? И почему образовались опасные атмосферные реки? Они вот-вот обрушатся на нас. В длину это даже тысячи, может быть, километров. А в шейну несколько сотен километров. Это действительно очень много. Ватиканская находка. Предсмертные слова тамплиеров со страшным проклятием для всего человечества. И оно начинает сбываться. Проклятие на смертном Адре обладает колоссальной силой. Канун Рождества. Традиционное выступление премьер-министра Австралии по национальному телевидению. После приветствия и поздравлений Джулия Гиллард сообщает о планах на следующий год. И с абсолютно серьезным лицом начинает говорить о зомби. Мои дорогие оставшиеся австралийцы, наступает конец света. Я уверена, что наш мир вот-вот закончится. Мы получим последний удар от питающихся плотью зомби, этих демонических существ. Но вы знаете меня, я всегда буду сражаться за вас до самого конца. Желаю вам всем удачи. Невероятно, но по мнению главы кабинета министров Австралии, именно эти существа нанесут удар по мировой цивилизации. Это не была рождественская шутка, как некоторые интерпретировали высказывания политика. Джулия Гиллард позже неоднократно подтверждала свои слова и как-то добавила, что большая часть правительства с нею согласна. Какие есть основания делать такие громкие заявления? Жители Австралии настаивали на разъяснениях. Эти зомби уже существуют или они скоро появятся? К чему готовятся? Как они выглядят? Так же, как монстры на карнавальных шествиях? Так называемые зомби-мок популярны в Австралии. Но их участники это обычные нормальные люди, загримированные подоживших мертвецов. Или среди них есть настоящие? Власти Австралии сообщили, что нужно время для понимания ситуации. Но уже из последующих событий в мире стало ясно. Опасения не напрасны. У Пентагона есть план, как остановить наступление апокалипсиса из-за зомби. Серьезно. Название статьи в одном из американских журналов. Сенсационный материал вышел в авторитетном издании. Никому и в голову не пришло подумать, что это утка. Но по каждому слову масса вопросов. Зомби откуда? Апокалипсис из-за них? Охват этого документа вся страна, поэтому такой алармизм возник. Ужас, что откуда они должны, они же где-то должны взяться и напасть. И должна возбудиться по этому поводу армия. План разработан стратегическим командованием вооруженных сил США. И его скрывали. Он не предназначен для общественности. Хранился в закрытой информационной системе Пентагона. Это сеть интелепедия. В русскоязычных источниках ее еще называют шпионопеди. Что точно отражает задачи системы. Она создана для обмена данными между сотрудниками 16 агентств разведывательного сообщества США и организациями, обеспечивающими национальную безопасность. Размещена информация о различном уровне секретности. Вплоть до совершенно секретной. Поэтому, естественно, доступ в эту систему теоретически очень ограничен. А практически там у них были проколы. План выживания при зомби-апокалипсисе находится в системе на уровне полусекретного. То есть для внутреннего пользования. Его кодовое название – Каноп-48. О документе знали немногие. По нему только собирались начать учения по отработке действий при нападении зомби. Полное название – контр-зомби-доминанс-оперейшн. То есть доминирующие операции против зомби. Представители Пентагона подтвердили наличие документа, являющегося инструкцией для военных по ликвидации угрозы со стороны живых мертвецов. Их вынудили признаться. Сведения из секретной системы просочились в средства массовой информации. Как только он вышел, обратили внимание, к нам обратились, к госструктуре, насколько серьезно такой повод для нормативного документа. Так что же в плане? Операция по истреблению зомби разбита на несколько этапов. Они схожи с теми, что обычно ведутся при военных действиях. Сформировать отряды противодействия. Сдерживать противника. Перехватить инициативу. Установить доминирование. Последний этап – развертывание сил для атаки на остающиеся опорные пункты зомби. Это помощь гражданскому населению в этой ситуации. И эвакуационные программы. То есть эвакуация, куда, где группируются, где питаются и так далее и так подобное. А это связано с логистикой, с транспортом, с передвижением, с питанием. Подход к проработке деталей операции основательный. То есть в вооруженных силах США угроза рассматривается как предельно серьезная. Похоже, военные имеют веские доказательства грядущего массового появления зомби. Зомби были всегда. Обнаруженные материалы подтверждают. О них знали давным-давно. В древних текстах индейцев нашлись сведения о поживших мертвецах Вендика. Агрессивные и постоянно голодные, а значит, нападающие на людей. Их территория – Северная Америка. Это духи-людоеды. Это очень страшные существа. Одна из слагаемых культа древних индейцев, которые... Ну, не только древних. Индейцев, которые жили в районе нынешних штатов Нью-Йорка, Дилавера, Чикаго. Мертвецы работают на плантациях сахарного тростника. Это было первое доказательное сообщение о зомби. 1929 год. Из поездки на Гаити вернулся в Нью-Йорк Вильям Сибрук. Исследователь магии, путешественник и журналист. Материал, который привез репортер, не для статьи. Слишком велика сенсация, чтобы размениваться на публикацию в газете. Он убежден, надо срочно издавать книгу, тем более почти все уже написано. Об этом и о них впервые узнают в США и европейских странах. Сибрук знал, ему повезло. Было страшно и, скорее всего, опасно, но это большая удача оказаться в доме главной колдуни Гаити. Приезжий американец почему-то вызвал доверие, и она повела его на обряд. В происходящее перед ним Сибрук не мог поверить до конца. Такое невозможно. Это не были просто магические ритуалы и колдовские заклинания. Он увидел воскрешение умерших людей. Вуду и сегодня имеет статус государственной религии в республике Гаити. И мистические обряды – это не явление, которое было когда-то. Это происходит до сих пор. Это пошло с Дювалье. Это был знаменитый диктатор Гаити 50-х годов, 20-го века. И его гвардия, зловещая, Тантон Макуты, которые носили черные рубашки, черные шляпы, вот они считали себя жрецами культа Вуду. Они устраивали соответствующие мистические обряды. То есть у них были свои пляски, естественно, жертвоприношения в виде петухов, животных, но и людей. То же самое в странах Западной Африки. Это не совпадение. Жители Черного континента стали основным населением Гаити с 15 века, со времен колонизации. И оживление трупов – это древние ритуальные действия африканцев. Так что же книга американца? Она в цивилизованном мире стала информационной бомбой. Сибрук ничего не скрыл из увиденного на Гаити. Подробности шокировали. Людей оживляют и используют как рабов. Воскресшие мертвецы собирают сахарный тростник. Вильям Сибрук назвал их зомби. Не просто так. Он слышал, в на Гаити среди местных часто звучит похожее слово. И действительно, в одном африканском диалекте есть анзамби, что означает мертвый дух. В другом слово жамби переводится как привидение. Пожалуйста, нет! 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 Это зомби-парад в Екатеринбурге. Всего-то тысяча человек. Прошлись по центру города, разыгрывая сценки из фильмов ужасов. Это Санкт-Петербург. Людей того меньше несколько сотен. И место действия локальное. Только Таврический сад. В Тюмени небольшая группа школьников, хотя организаторы анонсировали мероприятие, как флешмоб «Взорвущий город». Против него выступили учителя и родители. В Москве шествие разогнала полиция. На его проведение не было выдано разрешение. У нас парады ходячих мертвецов не приживаются. Размах совсем не тот, что в Австралии, Канаде и США. Может, потому что у нас нет реальных зомби? Нам повезло? К сожалению, нет. Навии – духи смерти. И о них упоминается не где-нибудь, а в главной древнерусской летописи – повести временных лет. У славян этих вот людей, погребенных и неупокоившихся, называли навьями. Ведь слово «покойник» – это что такое? Смысл этого слова? Он упокоился. А есть люди погребенные, но не покойники. А раз они не покойники, значит, они встают и что-то начинают делать. Кто-то домой возвращался. Это из-за навий. В каждом доме были обереги и заговоренные предметы. На входе развешивали полынь. Она отпугивала оживших мертвецов. А на одежде делали небольшую нашивочку со специальным орнаментом. Считалось, защищает от нападения. Их боялись как чумы. И не просто так. Из летописи стало известно. Именно на авиации принесли эпидемию этой болезни в город Полоцк в начале 11 века. Ну, в принципе, в летописях есть разные упоминания. Когда, так сказать, действительно косил мор. И это, конечно, приводило к тому, что, так сказать, зараженный город, он мог стать источником для других. Зомби-апокалипсис таким и будет. Ученые из Великобритании представили устрашающие итоги исследования. Через 100 дней на планете останутся 181 человек и 190 миллионов зомби. Отчет идет ото дня, когда произошло первое заражение. Действия зомби очень похожи на выходки вампиров. У зараженного непреодолимая потребность напасть на здорового человека. Эксперты из Британского научного центра сообщают, в густонаселенной местности зомби-эпидемия вспыхнет на 20-й день. А далее скоростное распространение по всей планете. Когда бежит человек с окровавленным ртом и, так сказать, невменяемый, понятно, что он вас собирается укусить, понятно, что делать тогда. То есть надо или его как-то ликвидировать, или надо от него закрыться и так далее. То есть от него надо защититься. Потому что вы знаете, что он уже несет угрозу. Почему Пентагон уже разработал план отражения оживших мертвецов? Речь не об одном-двух, а массовом нашествии. Неужели угроза близка? Американские вирусологи, которые последние несколько лет работают с вирусом Эболой, обнаружили такой побочный эффект у данного вируса. Что пациент, который считался мертвым, неожиданно оживает и набрасывается на медперсонал и на охранников. 18 мая 2018-го. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой глобальной эпидемии в одной из стран африканского континента. Риск распространения инфекции оценивается как очень высокий. Так и происходит. Сюда уже ввезли 4000 доз антивирусных вакцин. Но помогут ли они? В Африке, я думаю, там, конечно, всё хуже. Вот. И наскоками там европейцы это ничего не сделают. С них пойдёт так и всем немало покажется, особенно в тропических странах. Ну, может задеть, конечно, и Россию. Ведь в летний период здесь значительно быстрее это всё может распространиться. С 1990 года в нескольких африканских странах зафиксирована инфекция, природа которой даже приблизительно не установлена. А на сегодня заражённых около 18 миллионов человек. Пробы отвозились в лучшие европейские лаборатории. Вирус не определён. Там были такие уникальные случаи, когда действительно просто инфекция как пожар распространялась. И несмотря на то, что их привозили, изолировали, там практически 90% умирало постепенно. Очаги самых страшных эпидемий обнаружены именно там, где проводятся обряды в воду. Может ли это быть случайным совпадением? Какая сила стоит за людьми, уже ушедшими из жизни? От провидицы, находящейся в загробном мире, стало известно о конце света под названием Рагнарёк. Смотрите далее. Самое жуткое предсказание о гибели Земли. Почему пророчество из древнего манускрипта обязательно сбудется? Доказано, зомби вызывают погодные катаклизмы. Но они не причастны к разлому континентов. Страшный гул, новые свидетельства из разных стран. Почему подземелье издает протяжные звуки? Исландия провалится в Атлантический океан. И это только часть древнего предсказания. День апокалипсиса у викингов называется Рагнарёк. С древнескандинавского «Битва богов». Эта битва – полный аналог Армагеддона в Откровении Анны Богослова. Поэтому вот этот аналог, Рагнарёк и апокалипсис, он абсолютно однозначный. По всему. Текст о конце света нашли в Исландском монастыре. Его случайно увидели среди старинных рукописей. Местные жители знали, что существует таинственное пророчество. Но что в нём? Обнаруженный манускрипт в ветхом состоянии, но большую часть слов удается распознать. Поверить в содержание текста непросто. Оно пугает даже учёных. Это самое жуткое предсказание о гибели Земли. Ни в одном слове пророчества в странах Скандинавии не сомневаются. Здесь уверены. Те, кто находятся в мире мёртвых, видят и прошлое, и будущее. Не случайно современные экстрасенсы вызывают духов и получают информацию от них. Предсказательницу из загробного мира уже давно связывают с дровукрами. Так здесь называют оживших мертвецов. Это древние захоронения в Швеции и Норвегии. Такие же в Исландии. Могильные плиты, сохранившиеся со Средневековья. На них ели различимые надписи. Их наносили, чтобы удержать мертвеца в могиле. Это люди, которые откуда-то там встали из могил, поскольку не нашли на том свете их души упокоения. Кто-то убивает, кто-то хулиганит, кто-то просто кого-то пугает, кто-то просто по ночам хороводы водит. Драугры, зомби из этих мест. Их очень боялись. Это главные свидетельства их существования. Амулеты того времени. На них рунами написаны охранительные заговоры. Злые люди призывали в помощь драугров. Могли. Могли найти общий язык. Могли. Кто занимался черной магией. Почему черная магия? Потому что она черная. Во все времена белый цвет – это цвет доброты. Черный – это цвет зла. Три раза постучать в дверь обязательно. Иначе в ночное время вам никто в Исландии не откроет. Обычай вынуждены. Так отличают обычных людей от драугров. Местные зомби стучат только один раз. Но боятся здесь не только их проникновение в дом. Они умеют воздействовать на погоду. Не случайно в предсказании Рагнарёки весь ход апокалипсиса – это одно стихийное бедствие за другим. Это потоп. Это потоп. Дождь или буря, или огонь. И в Рагнарёке – это огненный мост. То есть это все время огонь, вода, страшные стихии. Страшная борьба стихий. Острову Исландии осталось недолго жить. Шокирующая новость, которую недавно объявили климатологи и вулканологи. Неужели это первые признаки конца света под названием Рагнарёк? Что произойдет сначала с Исландией, а потом и со всей планетой? Остров ломается ровно посередине. Гигантская трещина уже хорошо заметна. Страна, которой не повезло. Остров лежит прямо на глубинном разломе Атлантического океана. Это место стыка двух плит, на которых находятся две части океана и два континента. Эти плиты разъезжаются, отдаляя Южную и Северную Америке от Евразии. По дну Атлантического океана проходит так называемый Срединно-Атлантический хребет. Он проходит через весь Атлантический океан. И протяженность его около 18 тысяч километров. Тут уже погибла Атлантида. Долго искали эту легендарную цивилизацию. Сегодня основная версия. Она ушла под воду, когда активно задвигался океанический разлом. Потом он затих. А сейчас здесь происходит что-то страшное. Остров Исландия, формировавшийся в течение 15 миллионов лет, может в один момент треснуть и погибнуть. По острову Исландия проходит часть этого разлома. Кроме того, на юге от острова Исландия проходит так называемый разлом рек Янис. И поэтому данный регион находится в активном состоянии. Середина Атлантики сейчас рассматривается как место, где с наиболее катастрофичными последствиями произойдет разлом земной коры. Но вспомните про Африку и их обряд в воду. Там не только оживляют умерших людей, но в прямом смысле зомбируют их и используют как рабов. И вот новость. Африканский континент трещит. Он разваливается на две части. Поразительное совпадение мистических явлений и стихийных бедствий. Это одна из заживленных автомобильных трасс в Кении. Здесь всегда плотный поток машин. Беды ничего не предвещало. Но вдруг земля начала раздвигаться прямо под колесами. Это произошло в апреле 2018-го. Трещина достигла примерно 20 метров в ширину и 15 в глубину. Вся восточная Африка в меридианальном направлении разрезана полосой таких вот трещин. Яму на дороге засыпали, чтобы автомобили смогли проехать. Ремонтировать основательно не будут. Власти не видят смысла. Земля здесь завтра же разъедется. Появление трещин участилось. Тянутся они, как и это, на несколько километров. Похоже, Африка раскалывается. Уже просчитано, что четыре страны оторвутся от основной части континента. Континент находится в состоянии растяжения. В перспективе на данном месте может образоваться новый океан. Разламывающаяся Африка угрожает и нам. Дистанционное зондирование Земли из космоса показало. Этот континент давит на Евразию. Да так, что у нас уже уменьшился Каспий. А следующее на очереди. Черное море. Оно тоже сожмется. Руси духов смерти Навий также винили в погодных катаклизмах. Засуху вызывают Навии и утопленники, которые не могут утолить свою жажду на том свете. Но в состоянии ли они управлять стихией настолько, чтобы раздвинуть океанское дно и разламывать континенты? Еще немного и всю планету придется переводить на чрезвычайное положение. С Землей происходит нечто такое, что не могут определить ученые. Откуда-то доносится громкий гул. Его слышат то в одной стране, то в другой. И пик страшных протяжных шумов приходится на последние полтора года. Такая реакция на гул происходит во всех случаях. Люди смотрят в небо. Но понять, где источник звука, невозможно. Он заполняет все пространство. Да так что ничего из обычной громкой городской жизни не слышно. Гул нарастает постепенно. Иногда бывает очень затяжным. Гул шел с перерывами, будто кто-то отмерил равные периоды времени. Шум затихал на 10 секунд и опять начинался. Это виртуальная мировая карта странного гула. Российские города Москва и Самара. Отсюда пришли сообщения создателю карты и сайта канадцу Глену Макферсону, который дал эксклюзивное интервью телеканалу РЕН-ТВ. Он собирает свидетельства со всего света. Их уже 9 тысяч, включая случаи с самим Гленом. Однажды ночью, после того, как я впервые услышал звук, я вышел из своего дома. Но неожиданно звук прекратился. Гул в целом длился недолго. Но вначале он был такой силы, что закладывал уши. Накатывал волнами и нарастал. Глен испугался. Но когда резко наступила тишина, подумал, а не почудилось ли? Стал искать похожие случаи. И тогда я обнаружил, что это явление уже было признано некоторыми учеными. И о нем писали в разных местах, называя всемирным гулом. Вскоре после этого я начал свой проект по разметке тех мест на карте, где люди слышали этот шум. Шесть лет канадец пытался разобраться, что это такое. Школьный учитель забросил профессиональную деятельность, занят сайтом и обработкой сообщений о случаях со странным гулом. Свидетельств масса. Но в раскрытии тайны Макферсон не продвинулся. Я всегда был открыт к любой теории, которую человек хочет предоставить. Но у него, в первую очередь, должны быть доказательства. Словакия, Казахстан, Израиль. Сообщения о странном шуме идут со всей планеты. Люди снова слышат гул. Иногда это устойчивое будение или урчание. Всемирный гул и то, почему мы говорим о нем сейчас, показывает то, что люди во всем мире слышат этот шум. И наш картографический проект это наглядно продемонстрировал. Ведь гул не ограничивается каким-то одним местоположением. Он не привязан к какой-то одной стране или городу. Этот звук слышен во всем мире. И вот новость. Звук не с неба, не из космоса. Он даже не с поверхности Земли, а из-под нее. Очевидцы напрасно смотрят вверх, вслушиваясь в гул. Источник где-то там, в глубинах планеты. Там, где находятся твердые полроды, там идет гул. Но это не такой гул, который гул. Это и скрипы различные, удары. То есть спектр очень широк. На фоне какого-то гула, который меняет периодически твенбр. Пришлось опустить аппаратуру на дно океана, чтобы понять природу подземного гула. На площади в 2000 квадратных километров установили 57 сейсмометров. Работы вели в Индийском океане, около острова Мадагаскар. Более года наблюдений. И вот результат. Земля гудит даже при нулевой сейсмической активности. Утверждать со всей ответственностью, что это связано с сейсмическими волнами, на данный момент нельзя. Ученые не скрывают, они не знают достоверно о том, что внутри нашей планеты. Даже при всех современных научных достижениях. Существует очень емкое и красивое понятие. Оно называется или формулируется подземный космос. Говорит оно о многом. О том, что то, что находится у нас под ногами, нам известно гораздо хуже, чем то, что находится за тысячи и тысячи световых лет от нас. Такой парадокс. Предпринимались попытки бурить Землю. Дошли до глубины в 12 километров. И это за 20 долгих лет. Масштабный проект на Кольском полуострове затеяли еще в Советском Союзе в 70-е. И план был, конечно, более грандиозным. Хотели пробурить до больших глубин и за короткий срок. Но во время работ происходило такое. Что об этом только сегодня становится известно. Аварии одна за другой. Бурильная установка постоянно ломалась. Инструментом словно что-то не давало пробиться в глубины. 14 попыток. Снова и снова. Работы остановили, когда случилось и вовсе страшное. Под землей был зафиксирован странный шум. А потом произошел взрыв. Там может быть кто угодно и что угодно. Вряд ли земля полая, но такая версия всерьез рассматривалась долгое время. Буквально сенсация последних дней. Тем, что ядро само напоминает булку с изюмом. Там есть какие-то включения непонятные. Там есть какие-то области, ну, более низкой плотности и прочее, прочее, прочее. Какой сюрприз нам готовит подземелье? Чего опасаться и как будут разворачиваться события, учитывая, что сейчас происходит явная активизация внутрепланетной жизни? Поразительно, но появилась информация, что происходящее там связано с внеземными цивилизациями. Смотрите далее. Они жили на нашей планете. Почему цивилизации с Марса и Венеры переселились на Землю? Древние геоглифы. Эти гигантские изображения видны только из космоса. Кому сигналили наши предки? Инопланетные артефакты. Что спрятали пришельцы в подземных хранилищах? Институт сети — главное научное ведомство по поиску обитателей Вселенной. Штаб-квартира организации в Калифорнии. К работе привлечены все ведущие астрономы мира. Данные поступают с телескопов, рассредоточенных в разных частях света. Настолько высок сегодня интерес к инопланетным жителям. Наблюдение безотрывно ведется за планетами, на которых по предварительным данным есть жизнь. Основное внимание отдаленному космическому пространству. Считается, что в нашей Солнечной системе уже нет смысла искать обитателей, кроме нас. Но, как выясняется, это не совсем верно. Сенсационные сообщения из Института сети разлетелось по миру 26 апреля 2018 года. Дословно, цивилизации из двух планет Солнечной системы, Марса и Венеры, были вынуждены переселиться в древности на Землю. В пресс-релизе ссылка на главного специалиста сети и планетолога Пенсильванского ульверситета Джейсона Райта. Он хорошо известен своими открытиями в других звездных системах, но сейчас убежден. Нужно переориентировать внимание на наши соседние планеты. На Марсе и Венере должны сохраниться следы древних цивилизаций. На Венере найти их менее вероятно. Там все выдувается с поверхности сильными ветрами. Но попытаться можно. Марсианские условия, они все-таки более-менее схожи с земными. И теоретически, если до этого там был климат еще более подходящий, да, конечно, могли существовать какие-то цивилизации. Но для нас важнее новость про переселение. Когда это произошло? Почему? И есть ли существа с других планет сейчас на Земле? Специалисты знают наверняка, раньше жизнь имели три планеты – Венера, Марс и Земля. Но Венера превратилась в раскаленный кислотный ад, а Марс – в безводную и замороженную пустыню. Это был их конец света. Насчет Марса очень много разных гипотез существует, достаточно правдоподобных. Это и какие-то, так сказать, военные действия цивилизации, которая была на Марсе. Это, может быть, опять же, катастрофы, связанные с пропаданием в судочную систему каких-то внеземных комет, планетарных объектов, которые стащили часть атмосферы с Марса и сделали невозможными обычной формой жизни. Земля тоже переживала катастрофические времена, но смогла выбраться из-за прохполного оледенения и парниковых периодов. При этом почти все живое погибало. Почти, но не все. И в этом отличие Земли от Марса с Венерой. Их цивилизациям не оставалось шансов на возрождение. Найдены действительно доказательства, которые по косвенным данным позволяют предположить наличие там какой-то цивилизации. То, что она там была, а потом по каким-то причинам исчезла. Это и различные изображения, и различные структуры. Например, на Марсе предположительно обнаружена система каналов, которые могли использоваться, если бы там была вода. Но обитатели этих планет могли частично спастись. Об этом уверенно заявляют исследователи космоса. Другое дело, что спасшись у себя, марсиане и жители Венеры могли погибнуть на Земле в ходе одного из катаклизмов или покинули в какой-то момент и нашу планету. Но все же они были. Наскальный рисунок. Строение Солнечной системы. Изображено 8 планет с их наиболее крупными спутниками. Астрономы скажут, художник не лучший знаток нашей Солнечной системы, но это с точки зрения современной науки. А рисунку – тысячи лет. Откуда древний человек, живший здесь на острове юности у берегов Кубы, знал об этом? Очень интересный вопрос. Почему на огромном количестве наскальных рисунков, петроглифов, появляются явно инопланетяне? В скафандрах люди, люди в космических аппаратах, сами космические аппараты, летающие тарелки. И это распространено по всему миру. Эти фрески, найденные в пустыне Сахара, изображают человекоподобное существо в скафандре. Фрескам 5000 лет. Мексика, Веракрус, Лас-Пальмас. И снова наскальные рисунки с изображением существ в скафандрах. Это совсем невероятное. Что-то напоминающее взлетающую ракету. Обнаружен рисунок на скалах Колбакташ на Алтае. Мы делали большую экспедицию на Платос и Малуташ в Киргизии. Там есть изображение боя разных звезд между собой. И современные астрофизики пытаются только догадаться, что это было. В том числе, возможно, это столкновение Солнца, которое двигалось через различные пространства галактики с другими звездами, с блуждающими звездами, которые встречались ей на пути. А таинственные геоглифы? Кем они нанесены 7-8 тысяч лет назад? Они и на нашем Урале, и в Америке, и в Англии, и в Африке. Многие геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть только с большой высоты. Они тоже связаны, конечно, с космосом или с покорителями космоса. На юге Перу есть множество геоглифов, которые видно действительно только с небес. Зачем древние люди прилагали так много усилий для создания структур, которые видны из космоса? Для кого это было предназначено? Это что, просто люди показывали, что вот мы здесь, хорошо, кому? Кому они показывали? Богу, своим богам? Ну, это сложно, слишком было для людей. Кому это всё? Для кого? Кому показывали, что мы здесь? Придите и к нам. Вот ведь был смысл. Вы пришли к соседям, ну, им к нам придите. Вот, вот мы. Даже мы сегодня с наличием любой летательной техники замечаем геоглифы, не сразу. История обнаружения этих высокохудожественных махин поразительна. Уральские туристы готовились к очередной вылазке в горы. Местность непростая, поэтому заранее все её особенности изучали по снимкам из космоса. И тогда заметили. По всему холму около озера Зюраткуль выбито изображение размером в сотни метров. Впоследствии учёные Челябинского университета стали проверять эту территорию с помощью спутниковой съёмки и действительно увидели это гигантское изображение лося. Срочно организуется экспедиция из уральских учёных. Выясняется, изображение не выбито в земле, а выложено камнями в несколько слоёв шириной до 5 метров. Размеры всего объекта 200 на 200 метров. Здесь, конечно, бывали люди и видели эти камни, но понять с близкого расстояния, что это, невозможно. Наземное чудо в полном виде заметно только, если подняться ввысь на несколько километров. Это точно лось. Различимы четыре ноги и туловище, голова и рога. Этот шедевр древности появился здесь в пятом тысячелетии до нашей эры. Но как? Процесс создания этих громадин невозможен, если не обозревать периодически фронт работ сверху. На чём поднимались в воздух авторы географа? Без летательных аппаратов тут не обойтись. Это всё свидетельствует в пользу того, что кто-то людям неолита, неразвитым, полудиким, с какими-то странными верованиями, только-только вот перешедшим в эту вообще фазу Homo sapiens, кто-то помог. Я верю в это, в то, что всё-таки помогли инопланетяне. Очень много тому свидетельств, в том числе Петроглиф и Геоглиф. Они были здесь в древности, существа, умеющие летать. Только так могут объяснить исследователи сенсационные находки. Внеземные цивилизации уже тогда были технологически развиты, на тысячи лет опередив нас. И это подтверждается. Это не фантастика. В феврале 2018-го астрономы обнаружили в космосе рукотворное сооружение. Эта гигантская конструкция находится около звезды, которую назвали Таби. предполагается, что там существует какая-то разумная цивилизация, возможно, во много раз по своему развитию превосходящую земную цивилизацию, которая уже может строить некие астросооружения космических масштабов. Все началось с того, что телескоп показал странное мигание звезды. Она то затухала, то разгоралась. Одно из предположений, которое было сделано в отношении звезды Таби, это то, что там наличит так называемая сфера Дайсона. Это астрокосмический объект, который представляет себя сферу. Впервые такие, такого рода сооружения были упомянуты у фантастов, а потом, соответственно, пришли в науку. Существование в космосе настолько сложной инженерной конструкции подтверждает невероятные достижения внеземных цивилизаций, включая те, что вынуждены переместились на нашу планету. Что же они оставили, покидая Землю? Это могут быть самые невообразимые предметы, созданные по продвинутым внеземным технологиям. Но где они? Планетологи из проекта сети считают, что следы древних пришельцев под землей. Невозможно представить, но это самое вероятное место для хранилища. Ведь на поверхности ничего не найдено. И сейчас артефакты находятся глубоко в недрах Земли. Землетрясения и любые подвижки коры утянули их на десятки километров. Не эти ли инопланетные технологии, скорее что-то созданное при их помощи, пытаются достать те, кто направленно взрывает Землю. При этом для достижения большей глубины возможно используются вулканы. Есть достоверные сведения, что перед их извержениями были зафиксированы направленные взрывы. В Советском Союзе было организовано исследование, это был организован институт вулканологии на Камчатке в этой ученой 50-60-е годы, изучая вулкан, извержения Толбача, Ключевской сутки, наблюдая, фиксируя, как раз это ввели, это термин направленный взрыв. Мощь вулканических извержений без того такая, что разрушает огромные территории, погребая под лавой города и тысячи людей. Так было неоднократно за многовековую историю. Но что будет, если выплескивающуюся на поверхность Земли энергию от этих махин увеличивать искусственно? Вся планета может не выдержать. Это неминуемый конец света. Но те, кто стоит за опасными действиями, об этом, вероятно, не задумываются. Смотрите далее. Катастрофические извержения на Камчатке и Гавайях. Кто ищет внеземные артефакты и взрывает вулканы? Секретные документы ЦРУ и за что убиты астрономы? Почему обитаемые планеты запретная территория для исследований? Сенсационный отчет о спецоперации военных. Почему не удалось предотвратить опасные действия пришельцев? 20 декабря 2017 года Камчатка. Выброс пепла в высоту на 17 километров. На улицу выйти без марлевых повязок невозможно. Без особой необходимости люди из домов даже не выглядывают. Это бушует вулкан безымянный, самый древний, а главное самый непредсказуемый. Чем вызвана его нынешняя активность? Примерно так все начиналось в 1956 году. Он вдруг ожил после тысячелетней спячки. Вулкан не должен был извергаться. Никаких подвижек земной коры под ним не было зафиксировано ни одним датчиком. Однако события разворачивались так, что извержение вошло в учебники как крупнейшее в масштабах всего земного шара в текущий исторический период. После этого извержения безымянно в 50-е годы практически весь вулкан обрушился и образовалась крупная кальдера после этого извержения. Сейчас извергаются вулканы, которые дремали по нескольку столетий. По расчетам ученых, они должны находиться в спокойном состоянии еще столько же времени. Неужели кто-то ускорил процесс? 1954 год. При администрации президента США Эйзенхауэра создается комитет под названием Марджорити-12. Организация, о которой знали немногие. Информация появилась совсем недавно. ЦРУ рассекретила часть документов и среди них исполнительный меморандум НСС-5410. В нем о задачах комитета Марджорити-12. Дословно звучит так. Объявлен старт деятельности, в рамках которой следуется любой аспект инопланетного присутствия на Земле и его последствия. И вот главное. Среди множества пунктов один. Про вулканические извержения. Какая связь? Пришельцы и вулканы. Но все встает на свои места, если знать о спрятанных подземных хранилищах артефактах инопланетных цивилизаций, созданных по их технологиям. В том же рассекречном архиве ЦРУ к меморандуму комитета Марджорити-12 прилагалась еще одна бумага. Это был список изобретателей, ушедших из жизни при загадочных обстоятельствах. В течение шести лет умерли 23 ученых. 16 из них покончили жизнь самоубийством. Остальные пропали без вести или погибли в катастрофах. Все они занимались разработками электронного оружия и одновременно изучали внеземные технологии. И вот еще одна новость, которая, возможно, имеет отношение к этой истории. Британский музей подтвердил, знаменитый кристалл Джона Ди хранится в его запасниках, но выставлен не будет и доступ исследователей к нему закрыт. Это было неожиданно. Следы камня затерялись несколько сотен лет назад, но его искали. Кристалл показывал будущее, а главное, это единственная реликвия, оставшаяся от человека, который умел говорить на языке внеземной цивилизации. 380 текстов, все написанные на разных языках, зашифрованы, чтобы проверить работу новой компьютерной программы. Она справляется на 97%. Точность потрясающая, но один текст не поддается расшифровке. Это язык, на котором не говорит ни один народ мира, но он существует. Именно на нем написан самый знаменитый документ, вошедший в историю под названием «Манускрипт Войнича». Рукопись тайна. Ее текст пытаются понять уже 500 лет, но это не удалось криптологам. Не справился и искусственный интеллект. Даже его мозг не учел, что это язык жителей не нашей планеты. Фрагменты записей на этом языке скоро можно будет увидеть. Они готовятся к выставке. Это то немногое, что могут показать в британском историко-археологическом музее. Эти дневники принадлежат английскому ученому Джону Ди. Именно он один из главных претендентов на авторство манускрипта Войнича. И обнаруженные тексты Джона Ди подтверждают это. Это был полноценный язык. На нем он якобы говорил с ангелами. Во всяком случае, он сам так заявлял, что он говорит с ангелами. И для этих целей создал язык. Он говорил, что это ангелы ему надиктовали. Джон Ди в 16 веке владел уникальными знаниями. Что удивительно, информацию выдавал не на уровне идеи теории, а сразу предлагал готовые формулы и решения. Все дело в кристалле. С его появлением Джон Ди стал слишком успешен в разных науках. И даже русский царь, тогда у нас был Иван Грозный, приглашал к себе Джона Ди. Обещал огромный дом, огромное количество слуг, но Ди было, конечно, удобнее в родной Англии. И он не поехал. Этот кристалл вроде миелофона из известного кинофильма. Он умеет считывать мысли. Камень Джона Ди выдавал информацию подобно современным суперкомпьютерам. И он же научил исследователя новому языку. А главное, кристалл был реальным, а не вымышленным предметом. Об этом есть записи у современников англичанина. Несколько веков о кристалле ничего не известно. И вот он всплывает в музее Лондона. Сообщается, что передан туда одной очень знаменитой английской семьей. Больше никаких подробностей. И камень не показывают. Сейчас он находится в британском музее. Говорят, в специальном хранилище, и его из этого хранилища почему-то никому не выдают, даже ученым. Почему? Это загадка. Что в этом кристалле такого, чтобы не выдавать его даже ученым? Это загадка. Основная часть дневников Джона Ди исчезла. В них недостающие фрагменты алфавита и, возможно, словарь. Знания о языке, который называют инопланетным, скорее всего, навсегда утеряны. А нам бы они очень пригодились. Есть большая вероятность, что на Землю кто-то претендует. И первая атака уже случилась. Под конец 2017 года. Ее могло бы и не быть, но слишком долго скрывалась информация о внеземных цивилизациях. Смерть при очень странных обстоятельствах произошла с астрономом в начале 90-х. Трагические события стали развиваться, как только он доказал, что в Солнечной системе есть планета с жизнью подобной земной. И самое поразительное, планета эта кочующая. Астроном из США Роберт Харрингтон замечает, что орбиты Урана и Нептуна искажаются. На них явно что-то воздействует. И это что-то должно быть огромным, размером не меньше планеты. Это сохранившееся интервью астронома. Тогда он не предполагал, к чему приведет его настойчивое желание узнать, что же вторглось в нашу Солнечную систему. Вот эта карта Солнечной системы, какой мы ее знаем. Это орбита Плутона. А вот эта орбита, как я полагаю, десятой планеты нашей системы. Вот в этой находится сейчас. Харрингтону казалось, что об этом объекте он уже все знает. Но для уточнений нужен был мощный телескоп. Астроном отправляет заявку в НАСА. Ему назначают встречу. И вроде бы все проходит хорошо, но на следующий день Харрингтон резко почувствовал себя плохо. По симптомам отравления. Но причину определить не могут. Через несколько дней Роберт Харрингтон умирает. Харрингтон настолько был увлечен своим открытием, что не замечал, сколько коллег пыталось его отговорить от дальнейших наблюдений за этим странным объектом. Но он откровенничал в интервью. Мы подразумеваем, что эта планета должна быть массой примерно в 3-5 раз больше, чем Земля. А по составу средней между газообразным ураном и планетами земного типа Меркурием или Венерой. И если выяснится, что эта планета находится на орбите в 3600 световых лет от нас и больше Земли, то она может быть вполне пригодной для жизни, а значит и обитаемой. Сегодня уже точно известно то, чего не знал Харрингтон в 90-м. По космическому пространству перемещаются планеты-одиночки. Они не относятся ни к одной звездной системе и не привязаны так, как, например, Земля к Солнцу. Считается, что, возможно, эти планеты раньше принадлежали каким-либо звездным системам, потом произошли какие-либо катаклизмы, и после этого планета потеряла устойчивость, оторвалась от звездной системы и, соответственно, летит одиноко в открытом космосе. Именно такая планета стала роковой для настырного астронома. Он только предполагал, что на обнаруженной им планете может быть жизнь, а те, кто работал в секретных проектах, были точно в курсе. Такие одиночки в большинстве случаев обитаемы. Там нормальная температура, поверхность согревается теплом, идущим изнутри. На их поверхности всегда ночь, отсутствующий звездный свет трудно чем-то восполнить, но развиться цивилизацией это бы не помешало. Насчет того, является ли она высокоразвитой или невысокоразвитой, это уже, конечно, отдельный вопрос, но, тем не менее, хотя бы какая-то жизнь, которая воспроизводит себя и, может быть, даже имеет аналоги земные. Совпадение или нет, но друг Харрингтона и тоже астроном умер от заболевания с точно такими же симптомами. Томван Флендерн был уверен, что Марс до сих пор посещают внеземные цивилизации и, как выяснилось, сильно рисковал, говоря об этом открыто. Особо Флендерн настаивал на своей версии, когда на Марсе обнаружили явно рукотворное изваяние. Северное полушарие Марса — регион Кедания. Здесь, на поверхности планеты, космическая станция сфотографировала огромную скульптуру в форме человекоподобного лица. Позже все стали называть это изваяние марсианским сфинксом. Были из разных ракурсов сделаны фотографии, и везде рисунок лица повторялся, поэтому считать это каким-то случайным эффектом от света тени не получается уже с этой точки зрения. У лица слишком хорошо прочерчены детали, даже зубы во рту видны. Неужели ветер намел из грунта такую форму? Астрономы до сих пор делятся на два лагеря. На тех, кто уверен в естественном происхождении странного изваяния, и тех, кто убежден над марсианской насыпью специально потрудились. Потом, значит, американцы опубликовали фотографию, на которой уже вот в более высокого разрешения там вроде были ционеры. Ну, опять же, здесь две точки зрения. Может быть, это отретушированная фотография, потому что НАСА на таких ретушировках ловили много-много раз. Жестко очень цензура существует, и вся информация такого рода, она очень быстро засекречивается. Погибшие астрономы Харрингтон и Флендерн осознанно шли на риск. Они не могли не знать, что в изучении космоса есть запретные темы. А планеты, на которых может быть жизнь, и вовсе под особым контролем. Внеземные цивилизации изучаются только в рамках секретных проектов. Насколько масштабная велась работа, стало известно в декабре 2017-го. Пентагон признался, что 22 миллиона долларов ежегодно уходило на программу по поиску и идентификации неопознанных летающих объектов. Это было вынужденное признание. Сведения о проекте просочились в средства массовой информации. Программа до сих пор в действии и закрывать ее не будут. Более того, она объявлена чрезвычайно важной. Именно под конец 2017-го сошлось слишком много странных факторов. А сейчас становятся известны детали этих событий. В разных точках Земли зафиксировано повышенная концентрация радиоактивного вещества. Официально об этом было заявлено в ноябре 2017-го. Представители Международного агентства по атомной энергии проговариваются. Они в курсе уже два месяца. Скрывали, чтобы потянуть время и выявить источник. Но ничего не вышло. Следом в США рассекречивают документ о наблюдениях за летающими объектами. Их никак не удавалось опознать и на связь они не выходили. Полные отчеты о двух событиях появились в мае 2018-го. И в них слишком много пересечений. Теперь уже точно известно. Количество рутения 106 в атмосфере Земли в сентябре и октябре 2017-го нарастало с каждым днем. Токсичные облака фиксировались в разных частях света. Но точно почти над всей Европой и в том числе над территорией России. Это переброс порядка 3000 километров. После того, как немцы подняли по этому поводу были заявления сделаны и в Швеции, и в Германии, и в Австрии, практически по всей Европе. Период полураспада этого вещества длительный, поэтому, скорее всего, он в воздухе до сих пор. Рутине относится к наиболее опасным радиоактивным изотопам. Угроза для людей очевидна. Это радиационное облучение. Достаточно получить одну горячую частицу, если она прилипнет к легким, то на самом деле гарантия того, что вы получите рак легких. Или вы проглотили что-то, съели какой-то радиоактивный продукт, а руки не помыли. У вас может быть рак желудка. В чем странность всей этой ситуации? По прошествии почти года источник заражения не выявлен. И, похоже, этого не произойдет. Каждый из стран обвиняет другую, но доказательств нет. Ясно лишь, что это выброс. Аварийный или намеренный? Нет других вариантов. Рутений-106 не может образоваться сам по себе. Практически в окружающей среде он очень мало, его практически нет. Он просто распадается. Территория заражения большая. Чтобы такое количество рутения-106 выбросилось в воздух, нужно производство, где перерабатывают значительный объем ядерного топлива. Все такие заводы в мире известны специалистам. Подобных работ нигде не проводилось. Тем не менее, радиоактивное вещество кто-то выделил или создал его, а затем распространил над землей. Вопрос кто? Это запись переговоров пилотов-истребителей американских ВМС. Им пришлось прекратить тренировочный полет. С земли сообщили, в их районе неопознанный объект. Нужно максимально приблизиться и разведать, что это. Из записи понятно, с каким изумлением пилоты реагирует на увиденное. Это чертов дрон, чувак. Господи. Она идет против ветра. Ветер запада, 120 узлов. Посмотри на эту штуковину, брат, она вращается. Запись обнародована в середине декабря 2017-го. Само происшествие случилось раньше, а в мае 2018-го появился полный отчет об этом событии. На 13-ти страницах документально зафиксированы все подробности наблюдений за летательным аппаратом явно неземного происхождения. По правой стороне впереди крыла самолета мы увидели нечто белое. Форма была похожа на мятные дрожи и хаотично двигалась вокруг. Оно не зависало, просто произвольно двигалась вокруг. Именно Дэвид Фрэвер был командиром истребителя отозванного из тренировочного полета. Он лучше, чем кто-либо знает о деталях той самой настоящей спецоперации. Объект как будто увидел, что мы приближаемся к нему и начал следовать за нами по кругу. То есть мы пытались облететь его и рассмотреть ближе, но он все время оставался за нами. Так мы сделали большой круг над океаном. Я спускался все ниже, но объект как будто убегал. В течение шести дней объект периодически появлялся в небе над побережьем Тихого океана, ударная группа военно-морских сил, состоящая из нескольких самолетов, авианосца и ракетного крейсера, была приведена в боевую готовность. Наблюдение не прекращалось все дни. Истребитель Дэвида Фревера несколько раз подлетал на рискованное расстояние к объекту. Я был немного над ним и решил совершить довольно агрессивный маневр. Я стал резко снижаться по направлению к объекту, хотел как бы подлететь под него, но в какой-то момент он стал ускоряться, причем с невероятной мощностью. Объект резко взлетел и рванул на юг. Я такого никогда не видел. Он только что был здесь и через секунду уже испарился. Странный объект также неожиданно исчез из поля зрения военных, как появился. В отчете он однозначно отнесен к инопланетной технике. Правда, в документе нет ни слова с предположением, для чего аппарат находился над землей, куда улетал и почему был не всегда видим в течение этих шести дней. у него явно были свои задачи. Но только ли он наблюдал за нами или уже проверял на жизнестойкость? Смотрите далее. Страшный катаклизм на планете, которая считается обитаемой, и она совсем рядом, в соседней звездной системе. Не оттуда ли хотят переселиться на нашу Землю? Опасные эксперименты со стихией. Чем закончатся для всей планеты китайские опыты по смене климата? Он снес половину сибирской тайги и разрушил итальянский город, в чьих руках сегодня изобретение знаменитого ученого, которого называли безумным. Наивысшая концентрация Рутения-106 наблюдалась над Румынией. Официально страна не делала заявления о неопознанных аппаратах в небе. Но в сети нередко появляются сведения о замеченных странных объектах и даже живых существах. Вот ролик, набравший миллионы просмотров. Сообщается, что пришелец и летающая тарелка находились на окраине румынского города Таргавишты. Фальшивка или подлинные съемки определить невозможно. Но распространяли это видео в том числе и румынские политики, уверенные в реальности происходящего. А румынские археологи сегодня убеждены, что территория их страны еще в древности была интересна представителям других планет. Металлический предмет внешне невыразительный. Похож на обычную деталь какого-то механизма. Строители увидели его случайно, когда копали котлован на берегу реки Мараш. Хотели выбросить, но что-то остановило, и объект решили передать местным археологам. А те отправили артефакт на экспертизу. Результат, в который трудно поверить. Находки по меньшей мере 250 тысяч лет. Если мы это сейчас разберем в комплексе со всеми остальными признаками нахождения здесь инопланетян во времена неолита и позднего палеолита, то тут уже становится логичным, что, наверное, да, могли и не перепутать. Удивительный предмет сразу же выставили на всеобщее обозрение. Сейчас он в музее одного из самых крупных городов Румынии. Изначально артефакт разместили с табличкой «Происхождение неизвестно». Но, сопоставив еще раз итоги всех экспертиз, ученые пришли к единому мнению, и надпись на экспозиции теперь такая. Техническая деталь внеземного происхождения. Решающим аргументом стал тот факт, что предмет на 90% состоит из алюминия. А на Земле этот металл научились обрабатывать всего-то 200 лет назад. Ну, а 250 тысяч лет назад человечество только зарождалось и вовсе ничего подобного делать не могло. Если это действительно неолит, если это действительно найдено в слоях неолита, то это, конечно, иначе, чем деталь от космического аппарата, иначе это не интерпретируешь. Так что же здесь происходило в древности? Прилетали с экскурсией или селились надолго? Вопросы, решения которых ученые вынуждены отложить. Сегодня важнее понять, что значат недавние события. Какая связь между появлением странных летающих объектов и распространением почти над всей Землей радиоактивных облаков? Возможно и такое, что к экологической катастрофе имеют отношения инопланетные жители. А трава в небе явная угроза нашей жизни. Если это их рук дело, то неужели они преследуют цель почистить наши ряды? Это не просто предположение. Астрофизики из института Карнеги подтвердили, на одной из планет, которая, возможно, обитаема, случилась катастрофа. Речь о Проксиме-Бе. Важно, что она находится в ближайшей к нам звездной системе, поэтому если им искать новое пристанище, то только у нас. Планета Проксима-Бе представляет собой интерес, потому что она имеет примерно те же характеристики, что и Земля. Ранее почти со стопроцентной точностью определено, на планете Проксима-Бе присутствует атмосфера, подобная земной, стабильный климат, вода. В общем, есть все условия, необходимые для появления, распространения и эволюции жизни. Соответственно, там бы могла сформироваться гипотетически какая-то форма жизни, ну и если мы позволим себе еще дальше предполагать, то и какая-то цивилизация. Подробности же космического катаклизма таковы. На соседней звезде Проксима-Центавра произошла мощная вспышка. Ее зафиксировали обсерватории в марте 2017-го. Всего за 10 секунд яркость звезды возросла в тысячу раз. Излучение достигло планеты Проксима-Б и жизнь на ней, если не уничтожена, то подверглась серьезной угрозе. Выдвигаются совершенно разные гипотезы, вплоть до того, что цивилизация могла быть полностью уничтожена этой вспышкой, или там она перешла в некую другую форму, то есть высказываются многие предположения. Время для спасения было, но специалисты не берутся говорить о деталях. Для них еще много неясного и главные вопросы. Как могут выглядеть обитатели планеты и какими технологиями обладают? Уже известно, что в рамках проекта, созданию которого имел отношение знаменитый физик Стивен Хокинг, разрабатывается звездолет. Он будет отправлен к Проксиме. Это разведывательная миссия или скорее спецоперация. Нам надо знать, что происходит в соседней звездной системе. Теперь это уже вопрос безопасности. Звездолет беспилотный. Его снабдят огромным количеством аппаратуры, чтобы во время перелета снять все, что возможно. Но на эту межзвездную дорогу уйдет не менее 20 лет. И это самый быстрый аппарат, который сейчас получится создать на Земле. С точки зрения перспектив, я верю, что появятся средства передвижения во Вселенной, которые вообще могут даже другие галактики нас доставлять. Вот самый перспективный вариант и мощный, и длительный, это двигатели построены на использовании ядерных реакций. Наша планета действительно прекрасное место для обитания. Где внеземным цивилизациям искать спасение, если не у нас? Но не слишком ли с их точки зрения на планете Земля много людей? 7,5 миллиардов это на сегодня. И в год на Земле прибавляется примерно 80 миллионов человек. А сколько их? Внеземных? Вот только один пример, как можно сокращать наше население. Тогда это была трагическая случайность. В 56-м году на Тотском полигоне провели ядерный взрыв. Командовал тогда Жуков, был министр обороны. И через этот ядерный взрыв, территорию, через 3 дня прошло порядка 30 тысяч человек. Войска были пропущены. Ну и что? Никто из них сразу не умер. Но примерно в течение 20 лет практически все они получили заражение. За счет зараживного облучения возникли различные болезни. В течение 30 лет все 30 тысяч умерли. Воздействие радиации или любой другой отравы небыстрое. Моментально планета не станет свободной. Но любые другие способы почистить наши ряды слишком катастрофичны для самой Земли. Нужно ли это тем, кто собирается на ней поселиться? Странные явления, которые сейчас зафиксированы, подтверждают, нас явно хотят оставить без воздуха и воды. Для человечества это смерть. Из океанов пропадает кислород. Темпы снижения его количества превысили все прогнозы, сообщают специалисты международной программы по изучению океана. Особенно его мало на глубине. Живые организмы там задыхаются. А в водах тропических океанов уже исчезла крупная рыба. Некоторым видам много кислорода крайне необходимо для быстрого обмена веществ. Это вопрос выживания. И он в той же степени касается нас. Мировой океан дает земле до 70% кислорода. Неужели нам скоро будет нечем дышать? Или пить? Байкал погибает. Озеро почти полностью захвачено водорослями. Как только сходит лед, они вырастают до полутора метров в длину. Потом отмирают и начинают гнить. Из-за них гибнет байкальская губка, которая фильтрует воду. Озеро совсем скоро перестанет быть самым чистейшим в мире. А ценность воды, о которой говорят эксперты, существенно понизится. Взять сейчас нынешний Байкал и просто разливать бутылки воды и продавать по той цене, которая сейчас продается. Стоимость этой воды будет составлять 200 триллионов долларов. Это 10 бюджетов России в год. 10 годовых бюджетов России. Сами водоросли при отмирании образуются кситоксины, вызывающие паралич мышц. Катастрофичный процесс на Байкале похоже не остановить. Что мы будем делать без нашего запасника с письевой водой? Конечно, Байкал это большая штука, ее так быстро не уничтожишь. Но если ситуацию не поменять, то в ближайшие несколько десятилетий мы можем действительно потерять этот объект. Для внеземных обитателей такие условия с минимальным количеством воды и воздуха вполне комфортны. Этого достаточно для зарождения жизни. А дальше, по данным астрономов, инопланетные организмы легко приспосабливаются. Когда мы говорим о сохранении уже появившейся жизни, то там же могут быть различные подземные полости, опять же, кромка, таяние льда, она всегда существует. И вот, пожалуйста, прекрасные условия для существования и животных, и растений. А если брать уже высокоразвитую цивилизацию, то в пещерах они могут вполне существовать. какова вероятность прямого посягательства на Землю из космического пространства сейчас просчитывают ученые. Но выясняется, мы собственными руками готовим нашу планету к катаклизмам. Китай радикально меняет климат планеты. В стране нужны дожди, и их начали организовывать искусственным образом. В апреле 2018 в Тибетском Нагорье расставлены десятки тысяч камер. Они выпускают в атмосферу дождеобразующий реагент. И мало кого касались бы внутрикитайские эксперименты, если бы не одно существенное «но». Если их план удастся, в соседних странах дождей не будет. Если искусственно вызывается дождь, то это используется влага, которая в ином случае либо пролилась дождем в каком-то другом месте, либо просто испарилась, такое тоже может быть. Для нас их эксперимент гарантированно засушливое лето. Такое ждет все страны, граничащие с Китаем. И изнуряющая жара без перерыва хотя бы на один дождливый день лишь малая проблема. Все дело в том, что в планах есть и другие и очень рискованные опыты с природой. Например, одна из идей, что установить определенные вертушки, что ли, которые будут морскую, морские брызги, морскую соль как бы поднимать вверх. И тогда облака над океаном станут несколько белее и будут больше отражать солнечный свет вот туда вверх. Представьте, там на четверть Тихого океана подобное сделать. Это опасно, поскольку не все последствия можно просчитать. Вмешательство в дела стихии по убеждению экспертов приведет к глобальной беде. Ее поведение ни предвидеть, ни подчинить, пока не удавалось никому. Подобным уже занимался знаменитый Никола Тесла. Изобретатель, который снес половину сибирской тайги. Эта версия тунгусских событий до сих пор одна из главных. Безумный изобретатель. Только так называли соседи Тесла. Его дом трясся, когда он проводил испытания очередной установки. Слава о его успехах была такой громкой, что он без труда находил инвесторов. Они и представить не могли, чем обернуться эти эксперименты в первой половине 20 века. И, возможно, наработки Тесла станут косвенной причиной природных катаклизмов уже нашего времени. Никола Тесла обещал инвесторам совершенно невероятные вещи. Сбор энергии Солнца через особую антенну, контроль погоды при помощи электричества. Это были первые годы 20 века. Ни о чем подобном тогда люди и понятия не имели. Были очень крупные просчеты. Несколько раз Тесла, это касается экспериментов в Колорадо Спрингт, ну и в какой-то степени в его радиосети впоследствии подвергал смертельной опасности и себя, и своих сотрудников. Дело в том, что он работал с очень высокими токами и напряжениями. Тесла сам говорил о своем изобретении как о луче смерти. Эта энергия, переданная на расстояние во многие тысячи километров, а мощь ее достаточно для уничтожения 10 тысяч самолетов или армии в миллион человек. Но каким образом Тесла убедился в разрушительной силе изобретения? Этот человек, так вольно обращавшись из природы, может быть причастен по меньшей мере к двум мировым катастрофам. Тунгусского метеорита не было. Это уже доказано учеными. Не найдены ни одного осколка. Но что-то ударило в 1908 году по таежной территории так, что взрывную волну зафиксировали обсерватории по всей планете. А через несколько месяцев сильнейшее землетрясение в истории Европы и там, где ничто не предвещало. Итальянский город Мессина и 20 соседних поселений в момент были разрушены. Помощь пребывала изо всех стран, но спасти мало кого удалось. Число погибших до 200 тысяч. Для специалистов эта катастрофа до сих пор загадка. В Миссинском проливе не образуются цунами. Нет таких природных условий, а тогда оно началось и сопровождало землетрясение. Да, Тесла мог сделать такой луч. Я сам слышал рассказ заслуженного офицера, который служил на севере, как бедные полярные птички, попадая под луч радиоэлектронного локатора вспыхивали, как искорки и падали в море. Сконцентрированная электромагнитоэнергия это страшная вещь. Да, такой луч можно было создать. Вряд ли у Никола Тесла были столь кровожадные задачи, но просчитать до конца результат испытаний не получилось. Сегодня Китай взялся за эксперименты с погодой и тревожный звоночек уже прозвучал. В нижних слоях атмосферы обнаружено то, чего там никогда не было. Настоящая река. Такого массива воды над нашими головами еще не формировалось. И двигаются эти потоки не только в сторону Китая. В разных направлениях. Если нарисовать на карте на глобусе, то это будет что-то похожее на ЭКу. Другое дело, что это изменяется. Река у нас течет русло его. Тут может идти так, так, так. Причем эти перемещения могут достигать нескольких сотен километров. То есть это очень гибкие ЭКи. То, что сейчас происходит в атмосфере, пугает климатологов. Этот поток из водяного пара наращивает свой объем. Его размеры уже сравнимы с самой полноводной рекой мира Амазонкой. У небесной водной громадины появилось несколько ответвлений, пока насчитали 11. Ширина каждого от 400 до 600 километров. Размеры атмосферных могут быть очень большими. Это могут быть сотни километров, но в длину это даже тысячи километров, а в ширину несколько сотен километров. Это действительно очень много. Это, конечно, гораздо больше Амазонки в этом случае. Прогноз такой. Если в Китае продолжат менять климат, то сначала нас ждет лето без дождя, а потом потоп. И какого масштаба никто не знает. Просчитать невозможно. С таким специалисты еще не сталкивались. Китай же сам не раз заявлял, погодные явления могут стать сильнейшим оружием, если поставить такую цель. К примеру, в землетрясениях и ливнях 2008 года китайцы обвиняли Пентагон. Глава службы контроля космических объектов Народно-освободительной армии уверенно говорил о том, что США применили тогда геофизическое оружие. У американцев могли остаться наработки Николы Теслы. Все материалы исчезли после его смерти. Есть свидетельство, что ФБР проводило обыск в гостинице, где жил изобретатель и изъяло весь его архив. И кто-то, конечно, мог вполне воплотить его планы по созданию мощнейших магнетронов, генераторов микроволнового излучения. Тесла так и остался в истории гениальным, но сумасшедшим изобретателем. Никто до конца не поверил, что один человек может придумать и создать столько невероятного. Об этом чудаке говорили, что он контактирует с инопланетянами и они помогают ему с разработками. Называли колдуном и магом. Возможно, это недалеко от истины. Мистические силы могут обладать такой мощью, что губят поколение людей в течение нескольких столетий. Смотрите далее. Тайна, которой уже 700 лет. Почему Ватикан скрывал свиток с допросами тамплияров? Проклятие действует до сих пор. Предсмертные слова, которые погубили целые королевские династии. пророчества для всего человечества. Наконец-то расшифрованы знаки древнего рыцарского ордена. В них точная дата конца света. Пергаментный свиток в 60 метров затерялся в Ватиканском архиве. Его не могли найти там с 14 века. Сообщалось, что, скорее всего, древний документ утерян навсегда. И вот он найден. И в нем полная запись допросов тамплиеров во время их пыток инквизиций. Нескольких приговорили к сожжению на костре. По официальной версии Ватикана свиток нашла сотрудница секретного архива Барбара Фрейл, отчего вся история становится еще более странной. Фрейл работает тут уже более десятка лет и должна знать все материалы. Но говорят, что даже по каталогу рукопись допроса тамплиеров не определялась. Она там была. Сейчас это подтверждено. В случайность находки никто не поверил. Даже в огромном архиве Ватикана, где хранятся тысячи манускриптов, рукописей, книг, сложно не заметить такой крупный свиток. Что такого произошло, если Папский престол решил приоткрыть тайну знаменитых тамплиеров? Из документов впервые становятся известны истинные обстоятельства гибели самого богатого, влиятельного и мистического ордена. И там же слова о проклятии и пророчества. Богатства тамплиеров были бы словословные. И не зря потом ни одно столетие искали казну тамплиеров. И ее искали где только не искали. Потому что это были огромные деньги, которые скрылись абсолютно неизвестно где. До сих пор есть версии, что да, где-то эта казна до сих пор сохранилась. Замок Шенон недалеко от Парижа. Сюда прибывают три кардинала из Ватикана по заданию папы Климента Пятого. Это 1314 год. Год разгрома ордена. Король Франции Филипп вынудил папский престол начать преследование тамплиеров. Филипп Красивый очень хотел стать магистром ордена тамплиеров. Не получив этого, он решил их уничтожить. Тамплиеров обвинили в ереси и поклонении дьяволу. 15 тысяч членов ордена были арестованы по всей Европе. Пятерых руководителей организации папские кардиналы допросили с особым пристрастием. Пытки не запрещались. Все во всем сознались. Приговор незамедлительное сожжение на костре. Тамплиеры изначально обычные монахи воины это один из католических орденов который ничем не выделяется среди других но вдруг организация приобретает такую силу что без нее в западной Европе не решается ни один политический вопрос. По всему миру вели финансовые дела и все это было не под контроль на казине королевской налогов с этому никто не платил что там как тамплиеры делали никто не знал у них были огромные международные связи по всему миру это был орден по всему миру. Могущество безграничное во всех странах Португалии так и вовсе управляет король тамплиер многие уверены тут не обошлось без магии так и оказалось тамплиеры овладели оккультными науками настолько что их проклятия сбываются до сих пор а пророчество похоже вот-вот исполнится и коснется нас всех свиток с допросом тамплиеров не зря скрывали восемь столетий в конце документа приписка о последних словах магистра уже стоя перед костром он посылает проклятие королю Франции папе Римскому и всем их потомкам на многие поколения вперед слова великого магистра ордена тамплиеров Жака Дамале сбылись он был практикующий мистик как и все тамплиеры два пророчества его осуществились а некоторые говорят даже три через месяц на охоте погиб папа Климент V более того его тело сгорело в ночь перед похоронами в церковь ударила молния и случился пожар уничтоженный храм и все что в нем было не прожило полугода после казни магистра король Филипп IV он падает с коня и серьезные повреждения приводят его к смерти я хочу сказать что пророчество перед смертью это очень сильная вещь очень сильная вещь можно верить в это можно не верить в это но проклятие особенно это даже не про проклятие проклятие на смертном адре обладают колоссальной силой проклятие продолжало действовать судьбу Филиппа разделили и три его сына их в народе так и называли проклятые короли на протяжении 14 лет они погибали один за другим не оставив наследников королевская династия прервалась но и члены следующих французских монархических семей уходили из жизни раньше времени и никогда естественным образом как не поверить в то что магистр тамплиеров обладал невероятными магическими способностями у папского престола с того дня как сожгли тамплиеров тоже черная полоса с 14 века для пап начинается период мытарств по Европе как только им удавалось вернуться в Рим обстоятельства складывались так что опять приходилось бежать и искать пристанище и так в течение пяти веков и только в 1929 году было образовано государство Ватикан но все ли закончилось калаш который сразу же назвали пророческим появился на сайте радио Ватикана в декабре 2016 это была подборка фотографий с общей надписью на латыни Этмундус Эрисцири и мир узнает но рассмотреть что это за снимки получилось позже сайты их мгновенно убрали но кто-то успел скопировать фото и они распространились в интернете о том что калаш имеет зашифрованный смысл уверенно говорили в новостных выпусках итальянского телевидения эти снимки явное послание об апокалипсисе это то что Ватикан мог бы озвучить но молчит похоже на то что сотрудники радио Ватикана решились таким образом донести до общественности скрытую информацию но дело не в фотографиях они скорее всего случайно заявляют римские эксперты нужно обратить внимание на подписи которые явно отсылают к секретному архиву Ватикана есть штамп со словами архивио секрету Ватикану из последних рассекреченных документов только допросы тамплиеров и там действительно есть сведения о пророчестве которое касается не только папы и короля а всех людей магистры ордена владеющие тайными знаниями просчитали окончание жизненного цикла человечества именно такую версию рассматривают сегодня эксперты в свитках точно распознается слово апокалипсис и цифры это 2020 если речь о годе то он уже совсем скоро представители современных тамплиеров не сомневаются в верности пророчества стало известно что они требуют от Ватикана срочных извинений за разгон ордена и массовые казни его членов только в таком случае по их убеждению можно отсрочить исполнение пророчества но папский престол действует с точностью да наоборот это коллекционное издание выглядит очень солидно с копиями сургучных печатей которые использовали инквизиторы каждая книга стоит 5900 евро все бы ничего на Ватикан решил обогатиться на тамплиерах приговоренных его кардиналами к сожжению на костре в книге за баснословную цену полный текст допросов с обнаруженного светка дать заработать Ватикану на продаже материалов их допросов явно не то чего бы хотели бы от потомков разгромленные тамплиеры не ударит ли это по всем нам да так что апокалипсис предсказанный имя в 2020 году случится раньше много ли надо чтобы исчезнуть даже такой цивилизации как наша достигшие определенного уровня развития великой римской империи древние греции пришли в упадок а вместе с ними остановилось развитие всего мира только лишь из-за свинцовых труб римляне которые привели свою цивилизацию к высочайшему уровню не досмотрели какую-то мелочь они построили водопровод из свинца и употребляя воду травили с тяжелыми металлами это подтвердили недавние результаты исследования образцов с территории древних городов Отти и Портус отравление свинцом вызывало слабоумие и так у нескольких поколений подряд В итоге упадок Рима и полная деградация следующие века в истории так и называются темные но сейчас опасность куда глобальней впервые со времен возникновения человечества на планете наступит эпоха массового вымирания такому не было с тех пор как случился катаклизм уничтоживший динозавров так в чем же причина мы много слышим о потеплении но не представляем последствия исчезновения льда а между тем таяние ледников меняет гравитационное поле земли это то благодаря чему мы на ней держимся а не улетаем в открытый космос сравнить спутниковые снимки например ледников Дагестана в ВВР была такая проделана работа в последние годы спутниковые снимки 80-х годов 70-х годов те или иные карты и нынешние спутниковые снимки видим что действительно сжимается и сжимается сильно сейчас сила притяжения над ледовыми территориями с каждым днем ослабевает людей напрямую это пока не затрагивает мы продолжаем ходить по земле но огромные массы океанической воды перестали притягиваться континентом как прежде электромагнитные полюса смещаются планета замедляет свое вращение и однажды она просто остановится такое развитие событий самое вероятное убеждены в космическом ведомстве НАСА там в июне 2018 смоделировали будущее Земли и вот как это выглядит одна сторона планеты навсегда застряла в состоянии невыносимо жаркого дня а вторая погрузилась в вечную ледяную ночь где бы люди не находились не повезет никому мы очень зависимы от природы и погоды от космоса и глубин планеты от того чего не знаем а не знаем как выясняется многого мы когда-то возникли на Земле но сколько нам людям отведено находиться здесь а если наш срок действительно уже подходит к концу слишком много набралось признаков приближающегося финала потому он испытывал институт простые уже забыл его Продолжение следует...